Сегодня вице-губернатор Юрий Маланин встретился с жильцами дома номер 4 по улице Хутенская, Великого Новгорода. Поводом послужило обращение жителей с просьбой о помощи в блоге губернатора. Уже не один год они пытаются добиться ремонта канализации, за которой в подъездах и квартирах постоянно стоит неприятный запах. На место выехала и наша съемочная группа. Жильцов 4-го дома по улице Хутенской уже переполняют эмоции и возмущения. Камнем преткновения стала канализационная система самого дома и вокруг него. А в последнее время проблем добавили и владельцы квартиры на первом этаже второго подъезда. У них уже вторую неделю течет канализация. Нечистоты скапливаются в подвале и этим смрадом приходится дышать всем жильцам дома. Виновники аварии в свою квартиру никого не пускают и на контакт с представителями управляющей компании не идут. Эту проблему мы решим со временем, объясняет инженер ООО «Система город» Сергей Поплевка. Но ремонт в одной отдельной квартире ситуацию не исправит. Как оказалось, дело еще и в уличных канализационных сетях. Посмотрите, вот канализация уровня. И вот она забивается, бумагу бросает, все забивается, все запахи расходятся по этому подвалу. В результате последнего ремонта канализационный выход из дома оказался гораздо ниже уровня центрального люка, который постоянно забивается и запахи распространяются на всю округу. Жильцы дома с просьбой о помощи уже куда только не обращались. Конечно, в первую очередь писали и неоднократно звонили в управляющую компанию. Но ВОЗ и ныне там. Ответы вот примерно такие, что все устраним, все устраним. На какой-то период времени, может быть, действительно устраняли это. И, наверное, каждое лето это постоянно проблема у нас есть. В последний раз, что посоветовали жильцам в управляющей компании, это написать в блог губернатору. Собственники квартир так и сделали. Блогер Евгения Савельева помогла своим родителям и отправила Сергею Митину не только письмо, но и фотоотчет о состоянии подъездов. В понедельник утром заместитель губернатора на месте пытался ответить на извечный вопрос, поставленный еще русским классиком, кто виноват. Старшая по дому Татьяна Клименко, инженер управляющей компании, обвиняют во всем водоканал, который не хочет ремонтировать канализацию. Ведь сети, оказывается, бесхозные. Они никому не принадлежат. А взять их на баланс водоканал готов только после ремонта, который должна сделать за свой счет вся та же система город. Там, говорят, у нас денег нет. Получается заколдованный круг. Все то, что находится на территории города, это, в общем-то, хозяин один, муниципалитет. Тем более, что Новгородский водоканал является муниципальным предприятием. И то, что определенные канализационные сети являются бесхозными, я думаю, ну это просто бардак. По словам Юрия Маланина, мэрия, водоканалы и управляющая компания получат соответствующие письма, как говорится, с рекомендациями к действию. На справление ситуации всем им отведено две недели. Жильцам четвертого дома по улице Хутенской все это время остается только ждать и проветривать свои квартиры от неприятного запаха. Елена Шевченко, Алексей Куликов, Вести, Великий Новгород.